Меридиане, которые у нас проходят как раз вот таким вот образом. Так вот оказалось, что от этого пупка вниз 2 см одна точка, 2 см другая точка, 2 см третья точка, 2 см четвертая. И вот эти все точки, неважно с какой вы начнете работать, когда будет воспаление мочевого пузыря или воспаление пилы, нефрит, все вот эти точки, они находятся в рабочем состоянии. Они именно дают хорошую информацию и они показаны для стимуляции при всех заболеваниях мочеводелительной системы. Значит, восьмая точка, это вот так, ВС8, это пупок, ВС6, потом идет ВС4, потом идет ВС3, ну так вот я вам здесь нарисовала. И все вот эти точки, вот напишите себе название, можете уточнить еще, ну а вы на это вот так 2 см, точка от точки. А тут уже находится лобковая кость, тут вот так вот мочевой пузырь. И вот эти точки ВС3 и ВС4, они особенно хорошо работают при циститах, при заболеваниях мочевого пузыря. Вот это была его информация. А последняя точка, извините, тогда как это делается? Там ВС2 есть и ВС1 еще есть. Ну вот по 2 см те, которые, это вот эти точки. Там еще между ними будут. Но они не такие активные. И еще, мы помните с вами проходили золотой рецепт? Кто не слышал этот золотой рецепт, вы не проходили, да? Совсем не знаете. Ну ладно, давайте, хватит того, что мы сегодня... Ладно, в следующий раз. И теперь посмотрите еще. С этими точками тоже в открытии? С этими точками здесь идет то. В процессе острова мы работаем в кавычереже. В кавычереже. А потом, пожалуйста, открыли. А последнюю минуту? Снимаете. В кавычереже мы на каждую точку работаем 3 до 5 минут. И несколько точек можем взять. Но общее время опять, чтобы вы всегда подсчитывали. 3 минута точно вполне точно. А вот теперь послите. Если я вам сейчас нарисую... Я думаю, что у меня сейчас это получится, чтобы я показала еще очень активные точки, а только просто должны помнить. Вот если мы так сидим, это у нас с вами попа. Здесь вот у нас находится заднее проходное отверстие. Да? Вот так вот. Здесь у нас крестец. Так вот по обе стороны от него, вот 3 пальца сюда и 3 пальца сюда. Вот эти 2 точки, не запоминайте их название. Они очень активны при всех заболеваниях мочеполовой системы. А у мужчин при простатитах, при аденоме предстательной железы, при нарушении потенции. Вот эти 2 основные точки, которые очень... И здесь очень хорошо работать во фли-режиме. Вы можете снять здесь информацию и здесь оставить, приклеить. Приклеить и прекрасно, пока вы дома, 3 сантиметра мешать не будет. В складочку вот они входят 3 сантиметра, да. От ануса вот так вот здесь будет. Вот здесь 3 сантиметра и 3 сантиметра. Вот 2 симметричных точки. Очень активные при всех заболеваниях мочеполовой системы. Я хорошо помню, когда я работала с пьявками, с герудотерапией. Это было самое любимое место для пьявок. Вот я если пускала их и говорила девчонке работать, вот эти были любимые 2 точки, куда они всегда присасывались. И тогда вот при геморрое, когда, знаете, такие шишки, когда резкая боль, все, мгновенно прекращалась боль. И вот эти же точки, они оказываются и миллиметровые волны, прекрасно действуют и в режиме фри. То есть вы на эти точки можете работать. Ну, вот, пожалуй, все, что я вам сегодня хотела сказать. Самое главное структурирование воды, перенос информации с мочи на воду, обязательно перенос информации с мочи на сосуды. В режиме кавыче вы работаете с этими точками. И с этими же точками вы можете работать во фри-режиме. Вы снимаете информацию и оставляете. Если речь идет о хроническом процессе, все вот эта процедура занимает 2 недели. Если вы работаете с острым процессом, иногда и 7 дней достаточно, чтобы все прекратилось. И еще единственное, еще напомню вам, что для того, чтобы организм справился с любой инфекцией, должен быть хороший иммунитет. Поэтому вы вилочковую железу не забываете, да? Вилочковая железа. Вот выемка, иренная ямка. Вот посмотрите. Вот иренная ямка. Вот какую форму имеет грудина. Вот у нее рукоятка грудиная. Вот тело. А вот весь мечевидный отворок. Так вот здесь вот находится. От этой выемки, вот так 4 пальца своих, вот так и сделаете. И вот эта точка будет точкой вилочковой железы. На эту точку вы можете работать красной таблеткой. До 5 минут. В режиме третьем. Вы можете снять информацию на желтую таблетку и здесь ее оставить на 15-30 минут. Вот это будет хорошей работой с иммунитетом. 5 минут. Красная таблетка на область вилочковой железы. И пока вы лечите все заболевания мочевыделительной системы, вы работаете вот именно с этой точкой вилочковой железы в комплексе. Это даст возможность исправиться с воспалительным процессом. Ну, при, да? Да, во при режиме можно. Можно во при, можно в третьем. Если в третьем 5 минут. Если во при, снимаете информацию и оставляете от 15 минут до 30 и до 2 часов. Если речь идет о хронических заболеваниях, например, и на бывают какие хронические ститы, вы можете снять информацию с области мочевого пузыря над лоном, да? И оставить на всю ночь. Когда процесс хронический, переснимать часто не надо. Достаточно, может быть, двух раз в день сделать именно в режиме фри. Вообще запомните, что самый безопасный, самый информативный и самый действенный – это режим фри. Никаких нет противопоказаний, никогда не ошибетесь и никогда никому не навредите. Потому что вы знаете, что по КВЧ-терапии у нас все-таки имеются противопоказания. Это склоны с кровотечением. Об этом нужно обязательно помнить. Это искусственный водитель ритма. Если есть слуховой аппарат на время работы в КВЧ-режиме, он обязательно убирается. Это острые заболевания, когда мы не знаем, начинаем обезболивать, а там может быть что-то хирургическое. Поэтому это тоже нужно об этом всегда помнить. А все остальное, пожалуйста. Во фри-режиме никаких противопоказаний нет. Вы тут можете экспериментировать. Вот сейчас начался сезон, энцефалитные клещи уже появились. И уже масса людей делают вот эти прививки. Так, пожалуйста, находясь в саду, пусть у вас прибор всегда будет с собой. Убрать клеща можно обычную звездочку или любое с эфирным маслом. А я убираю всегда подсолнечным маслом. Прямо беру ватку, намочу в подсолнечном масле. Так его прижму, как только он дышать не может, он все равно потом легко его убирается. Но звездочек очень хорошо, потому что оказывается клещ не переносит эфирное масло. Вы снимаете информацию с места укуса клеща. И на этом месте оставляете, приклеиваете этот излучатель. Он может постоять у вас 30 минут, через час. Возьмите и снова переклейте, потому что тут все свежее. Я вот только недавно укусил. А если вы укусил вас вечером, а вы просмотрели этот момент и обнаружили только утром, значит уже вирус попал в кровь, в лимфатическую систему. Тогда вы берете, снимаете информацию с места укуса, ставите на кровь. И вот две области, вот прямо в височной области. Вы снимаете здесь информацию, или снимаете информацию с места укуса, и оставьте здесь. Или вы снимаете информацию прямо с этой области, здесь попадает сосуды, и в сосудах уже есть этот вирус. И оставляете на этой височной области. На сколько? На 2 часа. Какую таблетку лучше? Красную таблетку. При вот энцефалите, когда все связано с кровью, сосудами, с вирусом, это лучше работает красная таблетка. Но не важно, какая у вас есть, в режиме фри таблетки любого цвета работают одинаково. Поэтому вы можете всегда использовать любого цвета. Я также принимаю. 3-5 дней. Да, 3-5 дней. 3-5 дней. 1 раз. Если вы увидели сразу, то куда вставите? Если вы увидели сразу, здесь сняли и здесь оставьте. Подстрахуйтесь на всякий случай. Снимите здесь информацию, а поставьте все-таки на сосуд. Чтобы уж если вдруг что-то в кровь попало, Ведь мгновенно и вирус меняется все, чтобы информация обязательно попала на наш излучатель. Понятно? Ну еще я вас... Спасибо большое за внимание. Еще я вам очень рекомендую купить вот эту газету. Гнездо. Вот знаете, как хорошо с этим гнездом работать? Вы на эту точку там сняли информацию и на этой точке оставили и легли спать на ночь. Так вот, достаточно 7 дней, чтобы наступил очень хороший противопаразитарный эффект. А вот теперь называется это гнездо. Запишите байк, чур, во. Ни на одном меридиане вот этой точки нет. Эта точка была подарена тем преподавателям, Который читал у нас лекцию по противопаразитарной программе. Он ее привез из Китая. У него какой-то родственник там, Вот из поколения в поколение эта точка передается. Как ее найти? Сначала мы с вами находим точку, Которая у нас описана. РП-10. Эта точка называется море крови. Кстати, любое кровотечение в организме очень хорошо останавливается, Когда мы работаем с этой точкой. Как мы ее кладем на колено? Все садимся и под прямым углом согнуть колено. Кладем на прайк, на кладем левую руку. Ну, таким образом, вот ее как бы выворачиваем, пусть сосед поможет. Пусть на ваше правое колено положит руку сосед. И пальцы делаем все вместе. И тогда указательный палец покажет эту точку. Она находится на внутренней поверхности бедра. Вот если вы вот так вот поставите ручку, Вот указательный пальчик. Значит, вы на колено ставите вот так вот. Смотрите. Прижимаете. Вот если у меня правая, я беру левую руку. Выверните руку свою. Выверните вот так руку. Соедините вместе все пальчики. И тогда вот пальчик указательный уткнется в эту точку. Там больно? Вы знаете, она, сейчас эта точка болезненная. Соедините большой палец. На эту точку вот так два пальчика, вот на единой, вы вот так вот поднимаете. И вот тогда получаете вот эту точку бай чунго. Еще посмотрите, не спешите. Давайте запишем. Пишите. Находим точку Сю-Е-Хай. Сю-Е-Хай. Или РП-10. Море крови. Да. Кладем на колено. Подождите, мы очень быстро. Давай. На правое. Сю-Е-Хай. И на правое, значит, левую руку кладете. Если на левое, значит правое. Кладем на колено, правое, руку левую помощника. Кладем на колено, прямо вот именно на коленную чашечку. Кисть. Кисть, да. Левую руку. Помощника. Тогда под указательным пальцем будет эта точка. Сю-Е-Хай. Под указательным пальцем будет эта точка Сю-Е-Хай. Два поперечных пальца от этой точки вверх. Быстро или не было быстро. Под указательным пальцем будет эта точка. Будет эта точка. От нее два поперечных пальца. Это значит, вот таким вот образом кладем на эту точку. Вверх по бедру. И мы получаем с вами точку Бай-Чун-Го. То есть гнездо ста червей. В режиме фри. Снимаем информацию с этой точки. И оставляем. Если это вы делаете днем на два часа. Второй раз снимите и оставите на ночь. В режиме фри. В течение семи дней. В семь дней мы работаем с этой точкой. Очень хорошо с ней работать. Когда мы чистим с вами кишечник. Время. То есть. Когда мы чистим с ним. Время.